Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Следим, как и всегда, за основным фундаментом, смотрим, как он отработался на финансовых рынках и повлиял на динамику тех торговых идей, которые носят преимущественным образом для нас долгосрочный характер. Эта неделя очень результативная, друзья, для нас, поскольку мы видим, что происходит с рисковыми инструментами, мы видим то, что параллельно с слабостью евро, британская валюта, канадца, в правильном направлении движется и дуэт доллар против иены, потому что здесь у нас немного другая ставка, здесь уже ставка на ослабление курса американского доллара и все равно рынок подарил нам такую возможность приблизиться к нашим целевым ориентирам и, по крайней мере, добавил нам позитива касательно того, что мы находимся в верном направлении рынка. Я очень надеюсь, что это верное направление рынка связано с адекватной оценкой их фундамента, на который мы делаем самую большую ставку и обращаем наибольшее внимание. Сегодняшний день, друзья, тоже обещают быть не менее интересным, поскольку у нас впереди Non-Farm Parals в 16.30 по московскому времени, это целый блок американской статистики. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, темпы роста заработных плат и уровень безработицы. Безусловно, эта статистика сегодня должна повлиять на динамику американского долгового рынка, всем известных трежерис, а для американца, для доллара, конечно же, показатель доходности американского долгового рынка. Это один из основных катализаторов. В частности, сегодня мы продолжим за ним оследить. Сейчас, чтобы далеко не отходить от доллара, если вас интересует динамика трежерис в моменте, они находятся десятилетки на уровне 2,63 процента. И я допускаю, что мы сегодня реально будем наблюдать нисходящую динамику по доходности и возможное даже снижение в районе 2,6. Я делаю на это большую ставку ввиду того, что у нас неудачно прошла репетиция по американским статданам в эту среду, когда вышел слабый отчет по темпам экономического, точнее, по темпам роста создания новых рабочих мест по оценке EDP. Поэтому ожидания, на мой взгляд, логично слабые уже и по нонфармам. И если они будут подтверждены, то в конце концов это выльется в дополнительный такой виток давления, что на доллар, что и на американский фондовый рынок. Помимо нонфармов, друзья, сегодня я предлагаю обратить внимание на еще один релиз из еврозоны. Это производственные заказы в Германии в 10.00 по московскому времени. Ну, не знаю, нужен ли нам еще один аргумент, что дела в рамках еврозоны складываются не лучшим образом или не нужен. Ну, я уверен, что мы уже определились с общим фундаментом, знаем, в каком состоянии сейчас находится экономическая конъюнтура всего валютного блока. И после вчерашнего заседания Европейского Центрального Банка и ожидаемых и впоследствии подтвержденных мягких заявлений и комментариев Драги, я уверен, друзья, что мы наблюдаем не просто так локальную, оправданную, логичную реакцию евро-слабостью на то, что было сказано регуляторам, стоящим за ним. Мы наблюдаем продолжение нисходящего тренда, который будет усиливаться. И вполне возможно, что если уж не к паритету приведет пару евро-долларов совсем уж в долгосрочной перспективе, то поможет нам сделать цель на отметке 1.1. Это тоже ориентирует не на неделю. Вы, надеюсь, это прекрасно понимаете, потому что даже такой насыщенный по фундаменту день, как четверг, из того, что было сказано, привел к ослаблению евро в порядке одной фигуры. То есть на снижение в район отметки 1.10 нам понадобится более продолжительный период времени. Но мы неизбежно, скажем, смещаемся к этому уровню. Я не думаю, что экономическая конъюнтура может каким-то чудом улучшиться в ближайшее время. Но в отношении еврозоны я в этом абсолютно уверен. И еще один отсчет, друзья, на который стоит обратить внимание, это данные по рынку труда Канады. Они выйдут одновременно с американской статистикой. То есть, возможно, в моменте вас больше интересует не то, что произойдет с долларом, а то, что может дальше случиться с канадской валютой. Сегодня потенциально еще один мощный негативный фактор, фундаментальный. После слабых данных по экономическому росту, после довольно мягких и очень похожих с заявлениями Драги комментариев руководства уже Банка Канады, после сниженных темпов инфляции, я думаю, что сегодня априори мы должны ждать такой же провальный отчет, в принципе, такой же слабый отчет, как и в прошлой неделе и по рынку труда. Соответственно, наша цель по паре доллар-канадец, она, друзья, остается на отметке 1.35. Мы до нее практически добрались. Локальный хай был уровень 1.3466. Но я думаю, что на сегодняшнем отчете, какой бы ни была статистика, мы можем рассчитывать на волатильность, которая вполне способна задеть вот этот уровень сопротивления 1.35. Не нужно будет стараться переиграть рынок, решиться на удержание позиций. Дальше, я думаю, что если вы входили по рекомендациям, друзья, вы уже неплохо заработали, поэтому нужно, конечно же, скажем, оставить в покое на какое-то время пару доллар-канадец и прикрытие сделки именно после достижения сопротивления 1.35. Ну, а теперь давайте подробнее прибежимся по ключевым активам. Начнем мы традиционно с нефтянки. Хай вчерашнего дня был на отметке 66.98. Я думаю, что это явно подняло настроение покупателям. Я отчасти снова вдохновился идеей, что мы доберемся до уровня 70 долларов за баррель. Но сейчас, правда, нефтянка откатила, но все равно мы продолжаем держаться выше поддержки 65 долларов за баррель. Оценка новостного фона позволяет мне сказать, что участники рынка практически большую часть вчерашнего дня работали с статистикой среды, когда вышли данные по запасам нефти и бензина. И эти данные, они как бы уравновесили друг друга, потому что, вы помните, отчет по запасам нефти указал на существенный прирост. И, по идее, на этом фоне мы могли бы развить неплохую коррекционную динамику по рынку нефти. Ее не последовало, потому что параллельно снизились и запасы бензина. Тоже гораздо значительнее прогнозов. Я напоминаю, друзья, то, что буквально через 2-3 недели окончательно НПЗ вернутся к прежним показателям загрузки. Это потребует и повлекет за собой более высокие аппетиты на накапливаемое сырье. Значит, такого роста запасов больше не будет. Допускают даже, что какой-то тренд у нас будет даже по снижению запасов. Это мы будем использовать уже для того, чтобы поставить на развитие именно восходящего движения по рынку черного золота. Поддержал идею покупок вчера и фундамент, связанный с объемами нефтедобычи со стороны ОПЕК. Производство нефти продолжает снижаться. Минус 60 тысяч. Сейчас мы уже видим минимальные показатели с 2015 года. Хотя это избитая тема, мы к ней возвращались уже не раз, но ни в коем случае про нее не забывайте. Потому что если ее чуть-чуть немного развить, в конце концов мы убедимся в том, что стороны ОПЕК действительно соблюдают обязательства. И все это необходимо для того, чтобы создать базу для последующего восстановления баланса спроса и приложения. И создать базу для того, чтобы цены на нефть все-таки выросли. Почему мы снова подошли к поддержке 65 долларов за баррель, я связываю это с тем, что Европейский центральный банк вчера пересмотрел прогнозы по экономическому росту. Все-таки ИЦБ отвечает за еврозону, один из ключевых регионов мира. И поскольку участники рынка убедились в том, что опасения-то прошлые за глобальные темпы экономического роста все еще актуальны. После такого прогноза, ну не лишней, наверное, была идея немного повариться в том, что, может быть, этот глобальный спад в конце концов повлекет за собой и более низкий спрос на сырье. Может быть, притянуто за уши, такая аргументация, но, наверное, она имеет место быть, по крайней мере, с вчерашней динамики ее легко можно связать. Резюмируем по нефти. Друзья, еще одна неделя позади, мы держимся пока выше 65 в поисках новых триггеров. Поскольку миновала еще одна неделя, значит, мы теоретически стали ближе к потенциальному соглашению между США и Китаем. Поэтому все-таки ждем улучшения новостного фона, ждем более лучших настроений касательно спроса на рисковые активы и ждем, что котировки нефти все-таки пойдут к нашей цели, находящейся ближе к отметке 70 долларов за баррель. Доллар иена 111.09. Сегодня, безусловно, на доллар и на эту валютную пару повлияет отчет по Non-Farm Perils. Обычно эта волатильность не меньше 50 пунктов. Я думаю, что в случае выхода слабых данных, по моему личному субъективному прогнозу, что именно на такие цифры мы сегодня можем рассчитывать, доллар окажется под давлением, мы закрепим неделю в паре доллар-иена ниже отметки 111 иен за доллар. Почему сейчас снижается доллар до выхода Non-Farm Perils, я думаю, это, опять же, ожидание, во-первых. Во-вторых, вчера Китай сделал довольно жесткий и очень острый комментарий о том, что Huawei вправе подать в суд на правительство США. И, в принципе, руководство Китая, скажем так, на стороне одного из крупнейших производителей электроники Китая. В конце концов, станет ли это преградой, препятствием для продолжающихся переговоров, я бы не стал. Говорить все-таки нужно понимать и осознавать то, что переговоры между США и Китаем – это прям наднациональный фундамент, может быть, он выше всех этих бизнес-конфликтов, но мне хочется в это верить. Соответственно, те трейдеры, кто считает, что все взаимосвязано, и это, в конце концов, может отразиться на ходе переговоров, но вчера, возможно, тоже были правы, поэтому предпочли все-таки с большим интересом отсидеться в защитных инструментах. Вы знаете, что иена обладает более выраженными защитными свойствами, чем американский доллар. Ну и, безусловно, как я уже отметил, еще один фактор, который повлиял на более высокий спрос на японскую валюту – это вчерашний прогноз по экономическому росту еврозоны. Он сказался и на динамике нефти, и на том, что мы, в конце концов, видели по паре доллар-иена. Если сегодня, друзья, как и было уже отмечено, нас, в конце концов, ждут слабые цифры, прежде всего, можете прямо до Non-Farm Parals открыть динамику доходности американских трежерис, и даже не смотреть на цифры, которые выйдут по Non-Ком, посмотреть, как отреагируют американские облигации. Я уверен, что мы протестируем сегодня уровень 2,6, и при такой динамике быть все-таки паре доллара и иена ниже отметки 111. Американский фондовый рынок снижается. Я думаю, что из того, что я сказал по нефти и касательно переговоров, прогнозов ИЦБ, уже можно сделать вывод, что фонд способствовал больше все-таки распродажам американского фондового рынка. 2740 по S&P мы снижаемся, цель гораздо ниже, если вы еще не открывали короткие позиции, возможно, есть еще время. Я жду американский фондовый рынок S&P, эту бенчмарку, в районе отметки 2600 пунктов. Евро-доллар – это герой фундаментальной европейской валюты вчерашней торговой сессии. Снизились мы 1,1198. На текущий момент мы наблюдаем пару, в частности, до выхода, до публикации и оглашения решения по процентным ставкам. Вчера мы работали с статистикой по ВВП, прогнозируем, она оказалась слабой. 1,1% к данному выражению с 1,2%. Но самое интересное началось, конечно же, после того, как ЕЦБ опубликовал ставки, которые остались неизменны. Сделал тут же сопроводительное заявление о том, что ставки останутся низкими уже не только до конца 2019 года, но и ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы обеспечить стабильный рост инфляции и условия для экономического восстановления. Очень серьезное изменение с риторикой прошлого заседания, потому что раньше, напоминаю, что ЕЦБ верил, что проблемы и трудности являются временными, и уже к концу 2019 года ситуация явно улучшится, поэтому, возможно, ЕЦБ насмелится на повышение ставок до конца 2019 года. Сейчас, я думаю, что очевидный намек, что в этом году мы точно не увидим изменения ставок, может быть, даже и в 2020 году этого также не произойдет. Еще более интересное движение, еще большее давление на евро было оказано в момент выступления Драги, потому что он четко признал, ясно, на мой взгляд, с опозданием, но мы уже давно смирились с тем, что в еврозоне все плохо, я говорил вам об этом, но вчера Драги это подтвердил, может быть, его комментарии, конечно же, имеют для всех и для вас куда большее значение. В частности, он отметил, что спад будет более продолжительным, чем прогнозировалось ранее, темпы экономического роста, друзья, на этот год пересмотрены до 1,1%, на 2020 год до 1,6%, понижены прогнозы по росту инфляции в этом году 1,2%. То есть, я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы хотя бы в 2020 году Европейский Центральный Банк смог вытащить индекс потребительских цен до целевого ориентира. Чтобы не противоречить тому, что я сказал ранее, без 2% по инфляции Европейский Центральный Банк не начнет менять процентные оставки. Ну и еще, конечно, более важный момент, это та самая программа ТЛТРО, долгосрочного рефинансирования, о которой я вам говорил, наверное, еще полгода назад была запущена, ну, в частности, вступит она в действие только в сентябре, но ее анонсировали и признали то, что банковская система Еврозоны нуждается в дополнительной ликвидности, которая начнет ей предоставляться в сентябре, это беспроцентные кредиты сроком на 2 года. Там еще, может быть, есть какие-то подводные камни, но я попробую разобраться в этой программе, ближе уже к тому, когда она вступит, начнет действовать, скажем так. В общем, мягкая экономическая политика, она, на мой взгляд, стала еще мягче. И я вправе позволить себе вернуться к комментариям о том, что в рамках Европейского центрального банка Еврозоны проводится беспрецедентная мягкая экономическая политика. На контрасте с Федрезервом, я думаю, вы все знаете, что делать на долгосрок. Евро снижается сейчас и будут откаты, ну, ничего страшного, мы работали с откатами не раз, но все равно евро уйдет в район отметки 1,1. Фунт против доллара 1,3088, все ближе мы к поддержке 1,30, фунт в целом не меняется. Ну, единственное, что вчера Банк Англии сделал заявление о том, что в случае жесткого Брекзита ставки будут снижаться. Я думаю, что это и ежу, понятно. Поэтому мы ставим на то, что британская валюта останется аутсайдером, но я ставлю. Я жду больше негативных новостей по Брекзиту и абсолютно уверен в том, что как минимум отметка 1,30 снова падет. Доллар канадец. Сегодня мы ориентируемся на тест отметки 1,35. Поддерживает эту идею потенциально слабый отчет по рынку труда и вчерашнее заявление заместителя управляющего Банка Канады Ли Патросен, которая также отметила, что риски, точнее даже экономический спад будет более продолжительным, чем прогнозировалось ранее. Ну, вот такие вот формулировки, которыми обмениваются лидеры, руководители мировых центральных банков. Но они все носят один и тот же характер, который указывает на то, что всем страшно за то, что сейчас происходит, и все опасаются за будущий темп экономического роста. И по австралийцу, друзья, два пункта нам не хватило до цели. 0,70, сейчас котировки на отметке 0,70-0,7. Очень надеюсь, что за время моего брифинга австралийц скорректировался ниже. Но если не сейчас, то чуть позже. Нам нужно сделать 7 пунктов. Друзья, я думаю, что эту цель мы с вами дожмем. На этом все. Хорошего вам закрытия недели. Замечательных выходных. Отдохните обязательно в понедельник. Я снова вас жду на брифинге. Также в понедельник пройдет еще и вебинар. Правильно, понедельник. Не забывайте, что весь этот контент делается только для вас, чтобы вы были в курсе того, что на площадках творится. Всего доброго. До свидания.